События, которые разворачивались в этом районе Москвы в течение нескольких веков, поражают масштабом бедствия. В центре столицы регулярно загорались знаменитейшие во всем мире здания большого и малого театров. Пожары возникали и в соседних зданиях с не менее прославленной историей. Театральная площадь. Любимое многими поколениями место. Здесь назначаются свидания, встречаются ветераны, устраиваются митинги. Площадь привлекала людей со дня своего возникновения. На ней расположились сразу три театра. Большой, Малый, Молодежный, Гостиница Метрополь и Магазин ЦУМ. Все дома связывает подземный туннель, который стал причиной несчастья случившихся на площади. Актер Александр Ермаков Уже не в первый раз находится в подвалах Малого театра. В темных зводчатых помещениях он ориентируется свободно. Он всегда интересовался историей Малого театра. В сферу его интересов попала и история подземного хода между Большим и Малым театрами. Когда я пришел в театр, меня прежде всего интересовал театр. И вдруг я услышал о том, что существует какой-то подземный ход. То есть, как подземный ход? Между двумя зданиями? Для меня это стало интересно. Первое здание театра появилось в этом районе Москвы, недалеко от Кремля, на правом берегу реки Неглинки, в 1780 году. Но через несколько месяцев после открытия, во время спектакля «Дмитрий Самозванец», театр загорелся. И в течение нескольких часов огонь уничтожил его полностью. Через пять месяцев построено новое здание театра. Называться он стал Петровским. Из-за своего местонахождения. Угол улицы Петровка. До появления так называемого Петровского театра пожары часто возникали в домах, которые окружали эту местность. Это было еще в Петровские времена, во времена Екатерины Второй. Пожары все время терзали эту местность. Несколько раз горел Большой театр. Ну, самый знаменитый пожар 1805 года. Петровский театр стал популярным местом посещения у всей московской знати. Здесь не только ставили спектакли, но и проводили маскарады. Очень модные в то время. Но по поводу безопасности и прочности газетчики, столь расхваливающие здание театра, ошиблись. В 1805 году Петровский театр загорается. Загорается точно так же, как и предыдущее здание. 8 октября 1805 года. Гардеробмейстер Павел Колыванов обходил первый этаж театра. Он проверял, все ли подготовлено к приезду царя и его родных. В Петровском театре премьера оперы «Днепровская русалка». На представление съезжается весь свет общества. Должны прибыть и члены императорской семьи. Около лестницы, ведущей в подвал, Павел услышал шум, похожий на всплески воды. «Здесь не может быть воды», – подумал гардеробмейстер, «но проверить все-таки нужно». Он открыл дверь в подвал и опять услышал, как из темноты раздаются странные всплески. Он крикнул, «Эй, есть там кто-нибудь?» Никто не ответил. Закрыв дверь, гардеробмейстер облегченно вздохнул, привиделось. Он, задвинул щеколду, повернулся, чтобы идти назад, но вдруг услышал «Кашель прямо у себя за спиной». Павел обомрел от страха. Осторожно оглянулся через плечо и увидел человека, стоящего в метре от него. Он был одет в темный балахон, лицо закрыто капюшоном, мелькнуло фиолетово-синее распухшее лицо. Гардеробмейстер в ужасе отшатнулся и, бросив незнакомца под свечником, выбежал из подвала. Через несколько минут в Петровском театре начался пожар, уничтоживший здание полностью. Когда начался тот пожар, театр был обречен. Что говорить? Все горело, все было охвачено огнем настолько сильно, что даже говорилось, что в некоторых местах, где присутствовал мрамор, он плавился. Следствие установило, что пожар начался в подвальных помещениях театра. Нашлись люди, которые доложили, что видели, как в подвал спускался гардеробмейстер. Полицейское управление срочно вызвали Павла Колыванова. Он был очень напуган, но свое нахождение в подвале не отрицал. Говорил, что в пожаре не виноват, все случилось из-за страшного человека, и если бы не увиденное, он не бросил бы там свечу. На осмотр подвала отправились двое полицейских, но они никого не обнаружили. Полиции посчитали, что незнакомец в подвале – это фантазии гардеробмейстер. Однако многие служащие театра были уверены, что гардеробмейстер не лжет. Страшный человек в подвале – привидение, которое привлек спектакль. «Днепровская русалка» – одно из самых мистических произведений про коварную речную волшебницу. Все, что связано с постановкой, с каким-то лицедейством мистического характера, будь то русалки, лешие, какие-то кликуши, домовые, это всегда в какой-то степени притягивает отрицательную негативную энергию тех сущностей, которые витают вокруг нас. Они всегда очень стремятся себя самовыражать, они хотят о себе показать, себя проявить. Сущность русалки в этом спектакле, она могла как бы соперничать с ним, а какого-то определенного соперничества он не терпел. Полицейские напрасно не поверили Павлу Колыванову. Театры в центре Москвы будут гореть еще не раз. И каждый раз на месте пожаров появится страшный человек в балахоне с капюшоном. Театральная площадь. Ни одно место в Москве не подвергалось стольким опасностям. Дома, находящиеся на площади, большой и малый театр, горели несколько раз при совершенно загадочных обстоятельствах. И каждый раз, как предвестник беды, здесь появлялся странный, пугающий своей внешностью человек. Хобби актера Александра Ермакова исследовать подвалы малого театра переросло в желание изучить историю всей театральной площади. Интерес к истории не случайен. За 14 лет, что Александр Юрьевич работает в малом, ролей сыграно немало. Но особо любимые исторические персонажи. Князь Мстиславский в спектакле «Царь Федор Иоаннович» и Борис Годунов в постановке «Князь Серебряный». Я пошел в музей наш, у нас есть музей в театре, я стал копаться, что-то я узнал, да, с левой стороны находится от сцены, этот вход, но как, где он находится в Большом театре? Как он проходил между Большим театром и Малым театром? Мне пришлось обратиться в какие-то другие инстанции, я ходил в архивы, что-то я нашел, что-то я не нашел, потому что театральная площадь, она тайной покрыта. Многие как бы не пускают какие-то вещи, потому что там и метро связано, и так далее, чертежи. Но меня интересовал все время подземный ход между Малым и Большим театром. 1812 год. В Москву входит французская армия. Жители покинули город, запасы провианта вывезены, но оставлены в винные склады. В поисках продовольствия французы начали грабить дома и обыскивать все подвальные помещения. За несколько дней пребывания в Москве солдаты превратились в отъявленных мародеров. Двое солдат наполеоновской армии спустились в подвал особняка на улице Петровка. На полках стояли ровными рядами десятки бутылок с вином. Солдатам повезло, они первыми успели добраться до них. Взяв несколько бутылок, французы заметили. Одно помещение в подземелье небольшим коридором соединяется с другим. Решив, что, возможно, там они найдут и еду, солдаты, натыкаясь на обвалившиеся доски, пролезли в соседний подвал. Здесь валялись остатки обгоревших театральных декораций, рваная афиша, на которой лишь угадывались слова «Днепровская русалка». Расстроенные солдаты повернули назад, но один из них заметил за одной из декораций прятавшегося человека. Но то, что это человек, солдаты поняли лишь по очертаниям, поскольку лицо было сильно обезображено. Французы бросились наверх, быстрее к караулу, чтобы те объявили тревогу. Позже солдаты рассказывали, что у человека, которого они видели, были явные признаки заболевания чумой. Военных это напугало даже больше, чем сам факт того, что кто-то находился в подвале. Чума заразна и смертельно опасна. Но странного человека не нашли, а чумой никто не заболел. Если бы это не было связано с опасением эпидемии чумы, они бы побоялись стать настоящими посмешкой для командования и для своих товарищей. В общем-то, меры принимались. Значит, когда солдаты уходили в город, значит, обязательно они промывали руки кислым вином или уксусом. То же самое, когда возвращались в казармы или в места, где они проживали. В тот же день, когда французскому офицеру был подан рапорт об обнаружении человека в подвале, на Петровке загорелись дома. Действительно, есть версия, что большинство пожаров, которые происходили, скажем, в 19 веке, вот здания на театральной площади, они начинались откуда-то из подземелья, из подвала. На обгоревшие развалины театра москвичи удрученно взирали до 1815 года. Но началась реконструкция, захватившая центр города. После французского нашествия облик Москвы быстро начал меняться. На площади рядом с улицей Петровка запланировали построить здание для двух театров. Главным архитектором центра города назначен Осип Бове. Под его руководством создается театральная площадь. 1820 год. Осип Бове уже несколько месяцев работает над проектом Петровского театра. А последние два дня и вовсе не выходил из своего кабинета. Помещение завалено бумагами. Исчерченные листы каждую минуту вылетали из-под рук архитектора. Все не то. Первый вариант проекта был разработан петербургским зодчим Андреем Михайловым. Но Осипу Ивановичу он казался несовершенным. Бове взялся его доделать. Срок маленький, комиссия по строениям торопит. Городу нужен театр. Если бы еще несколько недель было, хочется так много добавить, кое-что улучшить. Осип Иванович ясно представляет художественное оформление внутренних интерьеров театра. Многоярусный, пышно декорированный зрительный зал. Ему очень хочется, чтобы все, кто видит и фасад Петровского театра, и то, что внутри, поражались красотой и великолепием. Есть у Осипа Ивановича совершенно необычная задумка. Такого нет ни в одном театре Европы. Но этим он займется позже. Сначала нужно доработать основной проект. Субтитры создавал DimaTorzok В какой-то момент раздается сильнейший звон у одного из рабочих выпало из рук зеркала. Он кричит, что его напугало очень странное отражение. Фигура человека в балахоне, лицо которого закрыто капюшоном. Когда он проявляется, ему интересно, чтобы кто-то присутствовал. Поэтому ведутся ли какие-то рабочие процессы, связанные с какими-то ситуациями строительными, дорожными, либо это какие-то мероприятия публичные проходят. Обязательно ему на этот момент надо себя проявить. Идея с занавесом из зеркала так и не была осуществлена. Оси БВ больше не стал экспериментировать. Да и перспектив у столь оригинального замысла не было. Занавес имел огромный вес, и слишком высока была его цена. Оси БВ выстроил по периметру площади здания Большого и Малого театров. Юго-западную сторону площади застроили по тому же образцу в 30-е годы, а в 1840 году к северу от театрального проезда на месте современной гостиницы Метрополь был выстроен дом Челышева, замкнувший строго симметричный ансамбль из зданий. Но каждый из домов на театральной площади простоял недолго. С пугающей регулярностью загоралось то одно, то другое здание. И пожары начинались каждый раз в подвалах. Люди знали, что если горел Малый театр, то жди пожара в Большом. Театральная площадь. Когда-то здесь находились болота, приближаться к которым боялись жители Первопрестольной. Они считали их причиной всех несчастьй, случившихся с ними. Позже тут воздвигли здания Большого и Малого театров. Но бедственно площади не прекратились. Александр Ермаков внимательно изучал все материалы об истории театров. Удивительное совпадение. Здания на театральной площади горели так часто, как нигде в Москве. Над домами словно висел рок. 2 мая 1837 года. Загорается здание Малого театра. Рабочий небрежно бросил окурок в помещение склада декораций. Густые клубы дыма над зданием театра привлекли в скверно-театральной площади тысячи зевак. Пожару был дан пятый, самый высокий номер. Огонь распространился в помещение Александровского пассажа, где был расположен игрушечный магазин Емельянова, часть которого тоже пострадала. Были уничтожены огнем и квартиры служащих. В результате пожара погибли декорации Большого театра. Казалось бы, театральная площадь Москвы, здесь тоже находились всякие колодцы, воду из которых использовали для тушения пожаров. Но почему-то вот всегда, когда пожары возникали в зданиях, расположенных на театральной площади, всегда что-то случалось, что вот или в колодцах не оставалось воды, а воду откуда-то не могли подвезти. То есть вот это вот все время какой-то был рог нехватки воды вот для тушения пожаров. Через 16 лет, в марте 1853 года, в Большом театре начался пожар такой силы, что на театральной площади растаял весь снег. Черный дым, поднимающийся над площадью, был виден во всех уголках Москвы. Пламя полыхало двое суток. Это был один из самых страшных и масштабных пожаров в центре Москвы. Погибли семеро рабочих сцены. Огонь уничтожил театральные костюмы, декорации спектаклей, часть нотной библиотеки, редкие музыкальные инструменты. Серьезно пострадало и само здание. Сгорело все, кроме несущих стен и колонн переднего фасада. Интересное наблюдение. Все пожары начинались из подвалов, которые соединялись с подземным ходом. Александр Ермаков знает, где находился замурованный вход в тоннель между малым и большим театрами. Когда в 1809 году уже перестроен был театр и трупа существовала, вот здесь был сделан подземный ход к большому театру. И актер, вот это выход, как раз вот сюда выход, он на сцену, на сцену, и актер, заканчивая какую-то сцену здесь, вот сюда шел, здесь костюмеры его ждали, он переодевался, и если бегом нужно было, то костюмер с ним вместе шел, и вот по подземному ходу он бежал в большой театр, чтобы стоять салебарды, или в массовой сцене. Вот он подземный ход, который бежал актер, вот он здесь, пойдемте посмотрим, вот сюда, вон там темная дверь, дальше замурована ход. Много фактов доказывало, что к пожарам и прочим несчастьям вокруг обоих театров имело отношение существо, являвшееся, скорее всего, привидением, и обитало оно именно в подземном ходе, соединявшем два театра. Подземный ход просто так не мог появиться, значит, должны быть чертежи какие-то. Я входил в эти архитектурные институты, закрытые, которые на сегодняшний день, и пытался как бы, ну, дайте письмо от малого театра, дайте письмо, но я же сам занимаюсь этим делом, я сам лично хотел бы узнать, как актеры проходили в этом уходе. Но мне эти чертежи не давали. Но то, что я просчитал чуть ли не шагами вот этот подземный вход от малого к большому к малому, это я могу точно даже сейчас вам промерить эти шаги. Ну, наверное, вот где-то здесь. Он шел вот здесь, как ни странно, мимо этой тумбы театральной. То есть, вот он, здесь под асфальтом находится этот подземный вход. 1856 год. Зоя Воронина, молодая актриса Большого театра, недавно поступила на службу в театр, но уже получила роль. Она будет играть девочку, которая в конце спектакля тонет в реке. Зоя знала о поверье. Роли, связанные с нечистой силой или смертью, притягивают беду. Но девушка относилась к этому несерьезно. Она счастлива, считала, что молодой актрисе важно проявить себя на сцене, а не обращать внимание на какие-то выдумки. Премьера спектакля прошла удачно. Зоя имела успех. Театры стали говорить о том, что Зою в следующем сезоне назначат на главную роль в одном из спектаклей. Зоя с успехом отыграла и второй, и третий спектакль. Окрыленная девушка в один из вечеров вышла из здания театра и направилась домой. Жила она недалеко на Кузнецком мосту. Зоя пересекала театральную площадь, когда на нее налетело странное существо, замутанное в черный балахон. Зоя отшатнулась, побежала, но человек за ней продолжал гнаться. На следующий день молодую актрису Зою Воронину нашли мертвой в фонтане, которая находится посередине театральной площади. Происшествия на театральной площади будут продолжаться и в 20 веке. Пострадает несколько служащих театра. Причиной бед в этом районе Москвы станет лекарь, цель которого отомстить людям. Театральная площадь. Ни одно место в Москве не подвергалось стольким опасностям. Дома, находящиеся на площади, большой и малые театры горели несколько раз при совершенно загадочных обстоятельствах. И каждый раз, как предвестник беды, здесь появлялся странный, пугающий своей внешностью человек. Пытаясь разобраться в причинах пожаров на театральной площади и в других трагических событиях, происходивших в этом месте Москвы, Александр Ермаков пришел к выводу, что их связывает одно обстоятельство. Судя по газетам тех времен и другим материалам, после происшествий каждый раз говорили о том, что кто-то видел странное существо в черном одеянии. Ермаков не особо доверяет рассказам о привидениях, но тут столько свидетельств, что по-неволе поверишь в существование призраков. 1603 год. В Москве эпидемия чумы. Распространение болезней пытаются ограничить с помощью карантинов, но это не помогает. Люди умирают тысячами. Когда начинается в городе эпидемия, страсти накаляются, появляется много жутких историй и легенд. Многие люди становятся подозреваемыми в страшных преступлениях. Житель Петровки Никита Данилович Двинятин не выпускал ни жену, ни детей из дома на улицу и никого из посторонних не пускал в дом, чтобы не заразиться. Исключение Двинятин решил сделать, когда услышал о лекаре, который изобрел средства от чумы. Этот врач уговаривал бояр принять одно снадобье. В качестве примера его чудесного лечебного действия он ссылался на собственное отменное здоровье. Никита Данилович впустил в дом лекаря. Он принес с собой кувшин с водой, уверяя, что в ней уже растворено снадобье. Двинятин не совсем доверял такому лекарству, но слишком заманчивым было предложение лекаря. Кругом умирали люди и от чумы хотелось уберечься любым способом. жена две дочери сын и сам Двинятин налили себе принесенной воды из кувшина и выпили. Однако маленький сын Данила, который лежал в это время на самом верху печи, опрокинул стакан и вода пролилась. Лекарь этого не заметил. Все его внимание было сосредоточено на взрослых. Он ждал, когда отравленная им вода подействует. Через несколько минут в Двинятин их начались судороги и они умерли. Лекарь сразу же бросился к сундукам, стал вытаскивать из них все, что попадало под руку и складывал в мешок, который нашел здесь же в доме. Дом Двинятины был для него лакомым куском. Сундуки с отменными тканями, домашняя утварь, шкатулки с украшениями наверняка стали бы добычей лекаря, если бы не сын Двинятина маленький Данила. Мальчик незаметно выбрался из дома, побежал к соседям и рассказал им все, что видел. Лекаря поймали около болота, рядом с которым и находился дом Двинятина. Заставили выпить надобье, которым он подчевал людей. Принесенный им кувшин еще наполовину был наполнен зараженной водой. Умер он в страшных мучениях. По законам того времени ему гореть на костре, но иногда народ расправлялся быстрее, чем реагировали власти. И согласно преданию, этот лекарь был схвачен возмущенной толпой и решили его в поганом болоте, в протлятой воде утопить. Вот отсюда посчитали, ему уже нет возврата, не вырвется. И вот согласно преданию, здесь его и утопили. Болото, на берегу которого отравили лекаря, люди стали обходить стороной. Существовало поверье, ни в коем случае нельзя театральные костюмы стирать в болотной воде. Но тогда еще, в общем, даже когда уже были открыты оба театра, в общем, какие-то лужи, остатки болота еще были. И вот закулисное было предание, что вот стиранные вот эти театральные костюмы, которые потом одевали актеры, с ними происходило в общем большие неприятности. Кто-то сходил с ума, кто-то заболевал, ну и умирали. болота высохло. На его месте образовалась огромная площадь, позже названная театральной. Между зданиями двух театров был прокопан подземный ход для удобства передвижения актеров. Когда была единая труппа опера, драма и балет, все актеры, которые участвующие в финале оперного театра, бежали туда. Или актеры заняты были, которые в массовых сценах, в драматической текаре, бежали сюда. Что для этого нужно было сделать? По улицам же не бежать. И естественно был сделан ход. Однако подземным переходом артисты не пользовались. они предпочитали перебегать от одного здания к другому по улице даже зимой в морозы. Артисты были наслышаны о том, что иногда в подвалах театров появляется странный человек в балахоне с капюшоном. До 18 века костюмы актеров после стирки сушились на улице на заднем дворе театра. После строительства новых у некоторых костюмеров эта привычка сохранилась. Василиса Климова готовила наряды к ближайшему спектаклю. Со дня последнего представления этой пьесы прошло уже несколько месяцев. Артистическая одежда была не свежей. Василиса вынесла костюмы на улицу. Здесь лучше проветриться. Она так никогда не делала. как правило чистили, шили и проветривали одежду внутри здания театра в специальных помещениях. Но на улице была хорошая погода, теплая, немного ветреная, как раз весь немного затклый запах одежды выветрится. Через два часа Василиса забрала два платья и стала спускаться по лестнице в костюмерную. В какой-то момент потемнело в глазах, лестница словно поплыла и Василиса упала. Она потеряла сознание. Очнулась в больнице. У нее была вывихнута нога и сильно ушиблены руки и грудь. Как это могло произойти, Василиса не понимала. Она сотни раз спускалась по этой лестнице, бегала по ней, не замечая ступенек. Когда Василиса вернулась на работу, коллеги ей рассказали о давней примете, которую нужно обязательно соблюдать в театре. Нельзя выносить костюмы актеров на улицу. По необъяснимой причине с артистами, одевавшимися в костюмы после такой сушки, случались неприятности. Кто-то заболевал, кто-то забывал руль, на кого-то падала декорация. Существовала традиция, что не только нельзя полоскать, значит, стирать театральные костюмы здесь, но и вывешивать, сушить их вблизи вот этого места, проклятого места, вот этого болота. То есть все это якобы опять будет впитано вот эти вот все проклятия, вот эти вот беды, страдания предыдущих актеров, погибших, значит, все это будет впитываться в эти вот костюмы. Привидения лекаря, появляющиеся из подземелья театральной площади, напрямую связывались с пожарами и всеми несчастьями, происходившими в этом районе Москвы. Но со временем историю про лекаря стали считать лишь легендой. Актеры и другие служащие театра больше не боялись заходить в подвальные помещения. В конце 19 века и вовсе подземный тоннель, ранее существовавший между двумя театрами, удлинили, прокопав ходы к зданиям гостиницы Метрополь и магазина Мюра и Мерелиза. Волей-неволей там получилось так, что совпали несколько этих подземных коридоров и получился проход случайно. Но раз получилось, то в общем решили как его использовать. Я не знаю насколько это реально то, что проходили в магазин, может быть, актеры, народ и служивые театра, народ бедовый могли, конечно, себе лазейку сделать. 1900 год. Перед Рождеством в Малом театре шел спектакль «Лес по Островскому». Актер Дмитрий Коновалов, игравший Евгения Аполлоновича Милонова, был занят лишь в первом и последнем действиях, поэтому в промежуток между ними, а это почти два часа, ему нечего было делать. К тому моменту ход в магазин Мюр и Мерелиз был уже прокопат, поэтому Коновалов, чтобы не терять время недаром, назначил свидание одной молоденькой барышни, работающей в магазине. Еще по пути ему все время казалось, что кто-то неотступно следует за ним по пятам. От этого было немного страшно, поэтому Коновалов не оборачивался. Он дошел до магазина. Оказалось, что единственное место, где он может уединиться с барышней, это подвал. Когда они спустились из магазина под землю, подальше от посторонних глаз, то увидели на стене страшный темный силуэт. Они с криками выбежали из подвала, оставив непотушенными свечами. Пожар, начавшийся в подвале, стремительно поднялся вверх. Магазин запылал. Здание выгорело полностью. А в 1901 году случился пожар в гостинице «Метрополь», который по странному стечению обстоятельств тоже начался в подвале. Оба эти пожары городские власти списали насчет происков террористов-революционеров. Но так как поймать никого не удалось, а поджогов все же боялись, входы в подземные туннели между зданиями замуровали. В тот момент, когда устраиваются какие-то ситуации, связанные с пожарами, с какими-то травмами людей, с какими-то смертями, начинают его еще больше проклинать. И вот эта проклятая душа, она нарастает как снежный ком. А где-то надо компромисс найти и завладеть этой душой и забетонировать ее. Со временем информация о том, где были расположены входы в тоннель ведущего из Большого театра в Малый потерялась. Многие современные исследователи и даже некоторые актеры театров увлеклись поиском подземного хода под театральной площадью. Театральная площадь. Когда-то здесь находились болота, приближаться к которым боялись жители Первопрестольной. они считали их причиной всех случившихся с ними несчастья. Позже тут воздвигли здания Большого и Малого театров. Но бедствия на площади не прекратились. Александр Ермаков знает, что стало с подземным ходом под театральной площадью. Подземный ход он и на сегодняшний день остался. Он только замурован с двух сторон. Со стороны Большого театра и Малого. С Малого театра мы с вами смотрели, где он замурован. А вот со стороны Большого театра я не знаю где. То, что я видел со сцены, как он уходил, это видно. Это видно. Но на каком расстоянии? А то, что между театрами существует и по сей день пространство, я думаю, оно есть. Оно не могло забросан кирпичами быть, водой, залитой еще чем-то и так далее. Это нет. Замурована стена, одна забрована вторая. Как только в начале 20 века все входы в подземный тоннель под театральной площадью замуровали, несчастья прекратились. Это место в Москве стало самым популярным для посещения. Днем десятки телек с продуктами превращали театральную площадь в шумный базар. Но торговля шла лишь до полудня. А потом площадь чистили, убирали навоз, подгнившую зелень, клочки сена и готовили площадь к вечернему променаду публики. И когда загорались фонари, площадь действительно становилась театральной. Однако с появлением трамваев утреннюю торговлю прикрыли. Мешало движению. Театральная площадь спокойно пережила революционный период. Но во время Второй мировой войны в 1941 году на Большой театр фашистский самолет сбросил бомбу. Она пробила фасадную стену и разорвалась в вестибюле. Театр был серьезно разрушен. Шла война, но внутри холодного неотапливаемого помещения сразу начались ремонтно-восстановительные работы. и уже летом 1943 года часть труппы, эвакуированная в начале войны в Куйбышев, возвратилась в Москву и на основной сцене возобновились спектакли. Про подземный ход уже мало кто вспоминал. О его существовании помнили единицы. Конечно, любопытно пройти по этому ходу. Конечно, хочется вникнуть в историю России, в историю театральной России, о том, как существовал этот подземный ход, как актеры бегали, как это можно пофантазировать, перебегали с театра в театр, как это и сразу же история большого театра малого, они бы зашли на такую высоту, как актер. Но на сегодняшний день мы не можем попасть туда. вот уже больше века подземный ход между театрами замурован. Но в 2004 году, с началом реконструкции Большого театра, здесь опять стали происходить странные события. Тревогу били еще в 19 веке, что каждое здание, большое, малое, обязательно нужны исследования, что там. 2007 год. На реконструкции Большого театра трудятся рабочие из многих стран ближнего зарубежья. Казалось бы, место выгодное, однако увольняются отсюда часто. Адиль Нургиев красил стены в подвале Большого театра. Неожиданно раздался звук, странное постукивание из-за стены. Звук становился все отчетливее. Он то приживался, то возобновлялся вновь. Как будто кто-то специально хотел привлечь внимание рабочего. Неожиданно все стихло. Адиль удивился, осмотрелся помещение в поисках источника звука, но ничего не нашел. Успокоившись, он повернулся к стене и застыл. На том месте, где он только что положил свежий слой краски, появилось темное пятно, которое расплывалось и постепенно приобретало очертания человеческого силуэта, только в бесформенной одежде, похожей на палахон. Заберев от улица, Адиль продолжал смотреть на стену. Но отзаменение прошло, и он выскочил из подвала. Здесь дух лекаря скорее всего как бы пропал, но он там сидит. И куда-то за рамки этого он выходить не может, потому что там другая ипостасия, там другие духи, которые его не выпускают за пределы своей территории. Поэтому если сейчас действительно со временем осядет грунт или там найдется какая-то лазейка для его прохождения, то он обязательно о себе даст знать. После этого я почти две или три недели на работу не вышел, потому что мне было очень страшно. Думал, что этот человек будет преследовать или еще что-нибудь сделает. Но все равно есть работа, пришлось выходить, но я там долго не мог задержаться, потом пришлось уволиться. Но знаете, я то время я думал, что сойду с ума. потому что было это очень страшно, слишком страшно. Свидетельство Адиля Нургеева единственное за последние годы. Возможно, кто-то еще встречался с призраком, обитающим на театральной площади, но настолько пугался или просто не верил в увиденное, что никому не рассказывал. я в театре работаю 12 лет и каждый год я, честно сказать, немного побаиваюсь за свой театр, за актеров, за работников театра, потому что столько было трагических событий, пока был подземный ход. Я до сих пор еще побаиваюсь ходить под сценой, но, вы знаете, я думаю, что он замурован, и ничего страшного не может произойти. Будем на это надеяться. Я думаю, что все будет хорошо. То, что подземный ход на сегодняшний день, вот я чувствую, что он жив, жив, потому что он замурован с одной стороны, а вот между там замурован и где замурован здесь, но я не думаю, что он пустой. То есть я не думаю, что он чем-то замурован, он наоборот пустой. Эти ходы он остался, он остался в тайне, в театральной тайне. Театральная площадь, блистающая уже несколько веков, притягивает миллионы людей со всего мира. Знаменитые московские театры каждый вечер открывают свои двери перед поклонниками этого вида искусства. И за всем этим великолепием наверняка издали наблюдает человек в черном балахоне с капюшоном. он никогда не покидает пределов театральной площади. веки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok